МИГ-31 И последняя модификация МИГ-31БМ несет еще 4 ракеты Р-73 или Р-77 Штатно на самолет подвешиваются ракеты Р-73 на 4 узла подвески под крылом Кроме этого в рекламных материалах на авиационных выставках и прессе заявлялось о возможности применения ракет Р-77 В известных нам видеосюжетах ракеты Р-77 отсутствуют Данный самолет разрабатывается под новые ракеты, которые будут способны поражать воздушные цели в ближнем космосе Спутники? Да, безусловно, это и спутники, и те средства воздушного нападения противника, которые будут там появляться Это и баллистические крылатые ракеты, и спутники Этот фрагмент сюжета вызвал достаточно серьезный переполох в милитаристской среде Зачем это было сказано, с какой целью, в общем-то до сих пор непонятно Всемирно известное издание Jane выпустило даже статью о том, что вероятно в России возобновились работы над системой перехвата спутников с самолетом-носителем МИГ-31 На текущий момент самолеты МИГ-31 не имеют таких возможностей, и, насколько мы знаем, такие работы не ведутся Надо понимать, что конструкция самолета МИГ-31БМ ничем не отличается Ну, почти ничем не отличается от конструкции самолета МИГ-31 А самолет МИГ-31 совершил первый полет в 1975 году По своим возможностям, а также в результате модернизации оборудования и системы вооружения МИГ-31 соответствует современным требованиям Но он не является самолетом последних поколений Он не является малозаметным истребителем И, конечно же, ему на смену нужно создавать новую машину В 2017 году планировалось начать опытную конструкторскую разработку по созданию перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата И до 2025 года ожидается первый полет нового самолета Эта информация на 2014 год, какая ситуация сейчас, пока нам неизвестна Что же касается искажений и новой мифологии, назовем это так Я считаю, что наша техника не заслуживает такого к себе отношения Субтитры создавал DimaTorzok